Всем здорова, ребята! Всем привет! С вами Серега. Я на своей пасеке. Сегодня у нас хороший солнечный день. Правда, ветреный. Ветер дует третий день, поэтому за ветер я извиняюсь, ребята. Если что, буду говорить громче. В общем, сразу хочу у вас спросить, как у вас обстоят дела по рапсу, у кого там рапс рядом растет. Как у вас привесы, несут ли пчелы мед с рапса, если развитие бурное на таком массиве, идет ли пчела. Потому что лично у меня на пасеке тишина, пчела сидит. До этого были перепады с понижением температуры, с дождями. После пришли ветра, начали гонять пчелу. Пчела пытается пойти хоть как-то на этот рапс, хоть что-то принести с него. Но с большим трудом ей это дается. Речи о приносе меда с рапса даже не может и быть. Развитие умеренное. Не такое, как в те годы. Пчелы набирали силу, разрастались, мед несут, вощину тянут, отводочки делаются. В этом году, да, делаю отводки понемногу, но так вот выборочно семей беру, где пчелы с трудом развиваются. Вот такое вот развитие умеренное. То есть они на рапсе должны стартануть, а они сидят. Нету никакого старта. И там люди писали серые смыслы, блин, а то что происходит. А почему пчела сидит, вроде бы все цветет. Потому что такая вот погода, не только день играет роль. То есть вроде бы днем тепло, вроде бы и температура позволяет, вроде бы и должны работать пчелы. Но они сидят и не работают. Почему? Потому что помимо дня надо, чтобы была ночь теплая. Чтобы ночью было свыше 10 градусов. Тогда происходят вот эти все испарения, идет выделение нектара. А если ночь холодная, а день такой обманчивый, вроде бы теплый, но с таким вот оттенком прохлады, обманчивое тепло такое, то цветок не выделяет нектар. Любой цветок не будет выделять нектар. Я не знаю, как дальше будет с акацией. Акация уже белеет. И выровняется ли погода. Но все из-за того, что произошло кардинальное смещение в этом году. Хороший такой сдвиг. Все зацвело в одно время, считай. И это, конечно же, сказалось в дальнейшем. В дальнейшем это сказалось на том, что все зацвело, но тепло еще не пришло. Именно то тепло, которое нужно, которое и ночью есть, и днем. И поэтому оно ничего не выделяет. Все пусто. Так что такие дела, ребят. Не все от нас зависит. Это то, о чем я ранее говорил. Вы можете создать все подходящие условия. Все, что от вас требуется. И вроде бы все должно быть хорошо. А если погода решит иначе. Вот за погоду я тоже говорил. То все. На пасеке будет тишина. Пчелы будут сидеть. И все будет цвести. И пчелы сидят. В принципе, как сейчас оно так и происходит. По сути. Взяток есть, но совсем минимальный. Так что я хочу, чтобы вы написали в комментариях, как у вас обстоят дела с РАПСом. Потому что, ну, может быть, там в разных регионах Украины там по-другому как-то. Ну, вот у меня лично так. Поработали они там два дня. Я показывал в коротком видео и в большом. И то поработали во второй половине дня. Была такая немного активизация. Вроде бы начали работать. Нести 600-700 грамм до килограмма там. Начали работать. И все. Потом ветра пришли. И сбили. Ну, в общем, сбивают пчелу. Ну, все, дует. Я не знаю, что дальше будет. Ну, вроде бы, хотя бы, хоть развитие получить. Хоть какое-то минимальное. Чтобы был вот этот вот скачок. Старт в развитии. Потому что, если его не будет, дальше же у нас после акации безяточный период. Акация цветет буквально за короткие дни. Это если, опять же, погода не внесет свои коррективы. Не будет дождей, не будет засухи. Либо там ветер ее собьет. Либо дожди ее смоют. Или засохнет она на солнце. Это акация. В общем, много моментов. Так что, что сегодня, ребят? Сегодня я хочу с вами поговорить про пчелиные семьи, которые нужно просматривать. И в которых нужно менять маток. Потому что на любой пасеке есть такие пчелиные семьи. У которых вот такое обманчивое развитие. И пчеловод сугубо верит в то, что семья там вроде бы начала развиваться. Вроде бы должна стартануть. Вот сейчас там туда-сюда и дам им вощины. Настрою вощины. Сделаю с них отводок. И потом меда возьму. А на самом деле они будут на месте. И чем больше пчеловод верит в это, тем больше идет времени. Затягивается это все. И в основном он теряет время и ничего с этой семьи не получает. Она просто стопорится. Вроде бы поначалу есть какой-то сдвиг. Но на самом деле семья у вас будет такая на месте. И вы потом, когда уже одумаетесь, когда уже к вам придет эта мысль, что надо матку менять, уже будет поздно. Потому что матку вы-то замените. Но пока они обновятся, пока произойдет старт, это все тоже время. Поэтому не ждите какого-то чуда. Если у вас есть такие семьи и на данный период они у вас, ну скажем так, отстают. То меняйте пчелиных маток. И сегодня я вам покажу две семьи, в которых я заменил маток. Конечно же судить нужно тоже и по тому году. Но все равно всего не запомнишь, если пасека тем более большая. То хотя бы судите по таким факторам, которые я сейчас покажу. То есть это качество яйцекладки, как работает матка на соте. Как она кладет яичко, как она осваивает рамку по яйцекладке. Рвение к развитию. Как работает пчела на прилетной доске. Как она активничает. Качество расплода. Это такие вот факторы, на которые нужно обращать внимание. Потому что если вы затянете и не обновите маток, то вы только хуже сделаете. Молодая матка, она если облетится хорошо, то будет сразу такой резкий бурный старт в развитии. Ну или же если она будет неважной, вы всегда сможете ее заменить. Так как времени для замены матки еще достаточно. Но тем не менее, в любом случае, новая матка будет лучше, чем старая. Даже если она там, скажем так, попадется ей там слабый труд. Все равно она будет в разы лучше, чем та старая, на которой у вас стопорнула семья. И у нее нету дальнейшего развития. Так что такие вот дела. Конечно, есть еще такие семьи, которые, ну это уже на генном фоне, которые вроде бы показывают и качество расплода. Но на самом деле они на месте стоят. То есть идет развитие до определенного количества рамок. Ну это как правило до 10 рамок. Вот 10 рамок это вот все. Их не предел. И все, им больше не нужно. Вот так вот у них такой вот процесс развития. Все, на 10 рамках разрослись и сидят. И матка работает на этих 10 рамках. И нету ни прироста, ни умеренное количество пчелы. Вот такое вот расплода. И матка не ходит по другим рамкам. Она вот сеет себе там и мед заносит на вот эти 10 рамок и все. Так что такие вот дела. Вот если такие семьи, надо сразу маток менять. Потому что она вам принесет там, я не знаю, бутылек меда, принесет с подсолнуха 5 килограмм и все. В общем, давайте, ребят, посмотрим две семьи, в которых я поменял маток. И посмотрим на их состояние, на качество расплода. И найдем молодых маток. Они уже вылупились у меня. Я покажу вам их. Посмотрим, какие они. Ну и сами семьи я хочу вам показать. То есть, если у вас имеются такие семьи, то сразу без колебаний их меняйте. Сейчас этот период, это уже срок и нужно уже менять маток. Ну, стоит. Это то время, которое стоит задуматься насчет таких вот семей, если они у вас присутствуют на пасеке. Если они до сих пор на месте у вас, то нужно менять. Так что, давайте посмотрим. Конечно же, есть, ребят, такие семьи, что пострадали, я говорил. Но они себя там проявили хорошо, то там, конечно, лучше наоборот подсилить их. Но подсиливать нужно было это делать раньше. Нужно было делать это раньше. Почему я и говорил, что всегда нужно записывать те семьи, которые себя что-то представляют. Ну, вот такая вот семейка. Давайте ее посмотрим. Здесь у нас уже вышла маточка. Как правило, оно в памяти откладывается. Если какая-то семья, ну, семьи, те, которые вы там с ними работали, уделяли им внимание, качали мед, отводки с них сделали. Оно все равно откладывается в память. Ну, вот. Такие семьи, что вышли там на шести, на семи рамках, вы их там не подсиливали. И они у вас уже сколько времени прошло, до сих пор на, ну, скажем так, на восьми рамках, там, на восьми-девяти рамках. Нет роста, нету рвения к развитию, нету качественной яйцекладки, матка засеет выборочно. То есть, даже сам расплод, густота расплода не всегда показатель. А именно, как работает матка на генном фоне. Она может густо сеять, но не захватывать, не захватывать всю сплошность рамки, весь сот. Вот как здесь, видите, она вот сеет, но здесь, правда, мед, но все равно могла бы и тут засеять. Вот здесь пустой сот. Она вот дольками сеет выборочно, вот как здесь, гроздь засеяла и все. И расплод вышел, даже вот по суше можно видеть, по бокам везде белая сушь, а долька суши темная. Это значит, вышел расплод, матка засеяла в этой дольке, а тут не сеет. Опять расплод вышел, уже второе поколение, она опять засеяла. И так сеет, сеет. Тут белая сушь, а тут уже темная, черная. Уже надо менять сушь. Все. То есть это вот работа матки такой. Галимая работа, можно сказать. Если вы такое заметили, значит меняйте матку. Матка должна полностью охватывать контур. И не важно, зажатое гнездо, не зажатое гнездо. То есть, генный фон, концентрация пчелы имеет роль. Вот, пожалуйста, здесь вот мед, он здесь. Вот, она могла здесь сеять, она вот тут вот дольку засеяла. И все. Есть такие вот семьи, их и не надо зажимать. Они вот на генном уровне концентрируются сами на трех рамках. И матка яйцо кинула. То есть, от матки больше зависит. Матка кинула яйцо по всей сплошности. И таким образом, пчела активируется на этом яйце. Происходит концентрация пчелы на этом яйце. И пчела вся скапливается в одном месте, так как она вынуждена это сделать, потому что яйцо закинуто по всему сотку. Понимаете? А здесь вот, видите, вот она засеяла, вышел расплод, опять засеяла. Опять вышел расплод, опять засеяла. А тут не ходит, не сеет ничего. Вот и все. Так, ну давайте... Здесь у нас должна быть молоденькая маточка. Скоро уже должна пойти на облёт. Скоро уже, а дальше крупнейший стоп, а дальше у меня, я иду. Ура! Вика! 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 Покали! Вика! 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 такие дела но тут такая же картина такая же картина это вот те факторы на которые нужно обращать внимание которые говорят о некачественном развитии не ждать потому что чудо не произойдет а вот если вы поменяете матку тогда пойдет процесс и так ребят нашел я маточку вот хочу я вам ее показать вот она матка багфаст молоденькая активная не успеваю даже за ней так что такая вот ситуация поэтому ребят маток меняйте если видите она как правило сразу видно что что-то не так вот вроде бы казалось бы да старая матка вроде бы вроде бы что-то набирается но это все обманчиво это семья она слабо развивается и кстати из-за такой слабой яйцекладки в дальнейшем будет хорошая просадка так как матка плохого качества она мало яиц кладет а дальше разные изменения по погоде естественно это все сказывается то есть взаимозаменяемость пчелы слабая отход он же одинаковый ну и тут сейчас посмотрим тоже матку потому что если матка хорошая даже относительно средняя семья она стартует сразу сразу видно эффект она прям ну вот вы вынуждены ее расширять вы сразу видите результат что есть толчок и он происходит и активность появляется на прилетной доске на медоносах и семья набирает темп а если его нету то то тогда нужно вам задуматься насчет этого тут тоже видим такая же ситуация тут тоже я матку поменял тут мне не понравилось как работала старая матка она пропускала сотовые ячейки я вот даже еще смотрю как яйцо матка кладет однодневное яйцо там пропустила там положила там пропустила там положила значит тоже нужно задуматься насчет этого так ну тут матки я не вижу тем более время позволяет заменить матку это же вы тоже должны понимать и поэтому если вы заметили своего рода какое-то отставание семьи то лучше сразу действовать пытаюсь найти маточку и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, ну такая вот семейка тоже, которая нуждалась в замене матки, в принципе, я все объяснил, все показал, так что учитывайте эти факторы и меняйте маток в слабых семьях, которые не показывают никаких результатов. Так что все, всем пока, всем счастливо и всем удачи!